Привет, друзья! В последнее время, покупая технику, мы часто говорим про Китай. Полки магазинов завалены китайскими смартфонами, кингдианами и даже видеокартами. Сегодня мы поднимемся на уровень выше. Не до китайского автопрома, они тоже сейчас становятся популярными. Иногда в ночи не поймешь, что это за киберпанк там едет. Сегодня у нас про среднеуровневый китайский ноутбук. Первый у этой компании. Название простое. Техно. Тут потребовалась монтажная склейка. Техно. Название их первого ноутбука – Мегабук. Мегабук. Мегабук Т1. В общем, скоро в магазинах вас будут ждать китайские ноутбуки. Давайте посмотрим, что такое китайский ноутбук среднего класса. Т1 – это 15-дюймовый металлический ультрабук, у которого даже есть серьезная реклама с сюжетом, снятая где-то в теплой стране, в котором спешащая девушка делает на нем цветкор в такси, потом общается по видеосвязи с людьми на открытой диафрагме без зеркалки, и молодого палеонтолога, который, уходя из шумной библиотеки, по пути помогая девушке, избивая с ног видом Мегабука пацана с горой книг, уходит на набережную весь день работать в синем 4D и старом фотошопе. А теперь давайте по факту, с некоторой ангажированностью, но вы все увидите и сами для себя поймете. Не буду уделять этому много времени, но на картоне и габаритах, как все, тут не экономили. Огромный чемодан. Внутри, под маленькой коробкой, полностью русское руководство с описанием инструкции, как его включить и даже что такое Windows. Linux бы на такую распашонку не уместился. В маленькой лежит 65-ваттная USB-C зарядка с поддержкой PD, можно заряжать даже смартфон, и двухметровый брендовый Type-C кабель. С портами тут тоже не тренд. Аж по три USB-A, все 3.0, один USB-C, второй только для зарядки рядом с лампочкой, HDMI, слот для почему-то маленьких карт памяти, миниджек, и есть даже дырочка для сброса системы. Я узнал это из той самой инструкции. Короче говоря, полный джентльменский набор. Причем порты разнесены на достаточное друг от друга расстояние. Крышка с необычной гравировкой открывается, как сейчас любят одной рукой. В ноутах меньше, вас бы встретила урезанная на цифровой блок клавиатура, хотя сейчас ее убирают и в пятнашках. Тут кнопок много, клавиатура слегка прогибается, но ход нормальный и есть аж 4 уровня подсветки. Большой по центру тачпад с физическим кликпадом, а рядом, когда вы поднимете правую руку на огромной наклейке, вам напомнят все преимущества вашего Мегабук Т1. Вспомнился тренд в ноутах из 2010 года. По современному в кнопку включения встроен датчик отпечатков. Можно не вводить пароли. Работает нормально. И да, тут есть шторка для камеры. Китайцы знают, что она нужна. К слову, в рекламе не зря они намекнули на видеосвязь. Тут нестандартные 1,2 Мп, так что качество видео тут лучше, чем у многих других ультрабуков. Ваши реальные собеседники будут видеть и слышать вас примерно вот так. Но куда важнее, что будете видеть вы. Тут Full HD IPS панель с небликующим матовым покрытием, яркостью в 350 нит и сертификацией A-Comfort. При этом частота обновления 60 Гц, но матрица имеет 100% покрытие sRGB. Подойдет для работы и просмотра фильмов. У динамиков поддержка DTS фирменной технологии TecnoVoke. Глубоких басов и объемов вы не услышите, но смотреть сериалы и ролики с YouTube громкости хватит на небольшую комнату. Средние частоты на нормальном уровне. Под крышкой у нас 4-ядерный 10-нанометровый Core i5-1035G1 со встроенной графикой UHD Graphics G1. Да, это платформа из 2020 года. Сейчас Intel вовсю предлагает свои ноутбучные процессоры 12-го поколения, а скоро покажет 13-е. Более того, Tecno явно настроила ноутбук не на максимальную производительность. Это мы узнали в Cinebench R23. Наш i5 набрал порядка 2950 баллов, что меньше среднего для такого процессора где-то на 20%. А свежие, уже 10-ядерные i5 быстрее в 2-3 раза. Зато, если провести стресс-тест AIDA64, то типичного улета температур к сотне градусов тут нет даже спустя полчаса жесткой нагрузки. 70 градусов в максе. При этом сам ноутбук не шумит как Boeing. Все из-за 15-ваттного теплопакета. За память отвечает китайский NVMe SSD на 512 гигабайт фирмы Fossi. Со скоростями 3,5 гигабайта в секунду на чтение и 2,5 на запись. Я не знаю, что это за память. Тестирование большими блоками снесет все данные. Если его не хватит, есть еще один M.2 слот. А вот ОЗУ и процессор распаяны, как во многих других ультрабуках. Адаптер Wi-Fi тоже не самый новый. Это Intel 9461. По скоростям он обеспечивает около 200 мегабит в секунду за стеной от роутера. Охлаждается i5 небольшой вертушкой и одной теплотрубкой. С 15 ваттами такая конструкция ожидаемо справляется. Но вот пытаться увеличить этот лимит не стоит. У ноутбука металлические петли и крепление экрана. Встроенная графика в 3DMark Time Spy выбила 500 очков, что является нормальным уровнем для Iris G1. Но все еще крутая современная графика Intel XE может быть 3-4 раза быстрее. Однако поиграть в доту с нормальным FPS или зимним вечером пробить кому-нибудь броню в танках можно без проблем. Обе игры на средне-низких настройках графики выдают стабильно больше 60 кадров в 1080. Палеонтолог в рекламе юзал Photoshop. Я сделал то же самое на новой версии, даже в высоком разрешении проекты работают шустро. С цветкором в Premiere тоже не обманули. Наш прошлый 15-минутный ролик про видеокарты нормально открылся и работает без лагов. Памяти в этой версии отсыпали от души. Тут целых 16 гигабайт DDR4 в двухканальном режиме, так что для работы такой ноут подходит. Tecno делает акцент на хорошую автономность. По сути, большую часть внутри лэптопа занимает батарея аж на 70 Вт-часов. Вкупе с энергоэффективным процессором автоном я тестил долго. Ролик на YouTube с 50% яркости и звуком в режиме максимальной производительности длился 8,5 часов. Производитель обещает до 17,5 часов. Если снизить яркость до минимума и отключить беспроводные интерфейсы, я думаю, вытянуть можно. Ноут заряжается достаточно быстро, до 100% за 2,5 часа. Чтобы сделать выводы, стоит ли вам присмотреться к Megabook T1, нужно знать его цену. Тут металлический корпус, хороший дисплей, нормальная полноразмерная клавиатура с подсветкой и отличная автономность. Но при этом внутри стоит платформа 2020 года. Мне сказали, что ноут будет стоить от 40 тысяч. Насколько это от, я не знаю. Тут вы уже сами решите, когда перейдете по ссылочке в описании. А так, неплохой старт для компании. Ноут не глючит, позволяет работать, даже играть в онлайн игры. Кстати, тест на внимательность. Сколько на самом деле надписей Megabook на этом ноутбуке? Ссылка на Megabook T1 будет в описании. Переходите, смотрите. Там же ссылочки на наши новостные сообщества в Telegram и ВКонтакте. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.